Всем привет! Ещё одна миссия связана с заводным механизмом и персонажем под именем Порзман. Находится он в золотом миге, в этой точке. Сюда можно будет добраться с помощью этого телепорта. Давайте узнаем. Что? А, зелёное, кстати! Возможно, это покой? Только посмотри, сколько тут разных людей. Это мечтатели. Пожелавшие избежать от реальности, а также лжецы и лицемеры, истерички и задиры, жаждущие утешения. Это точно. Насколько зависимым нужно быть, чтобы отправиться гулять по грёзам. Как по мне, Пинакония — это огромная мусорная корзина, в которую набились неудачники со всей вселенной при малейших трудностях, впадающие в детство. Проведи в подобном месте слишком много времени, и сам того не заметишь, как начнёшь тупеть. Понимаешь? Твои чувства, твои чувства и мысли, всё притупляется от чрезмерного увлечения с нами, и в конце концов ты превращаешься в бесполезный овощ. Молчать. Развлечение — это масштабная растрата ресурсов вселенной и неуважение к тяжёлому труду обычных людей, заведения. Наподобие Пинакония давно уже. Пора закрывать. Ты только подумай, сколько цивилизаций зародилось в этой вселенной, и сколько из них научились путешествовать к звёздам, а многие ли из них действительно решают развивать технологии для путешествий по космосу. Любому, кому посчастливилось покинуть родной мир и исследовать вселенную, либо выпал шанс один из мин на миллиард, либо пришлось заплатить цену, непостижимую для обычных людей. Я отношусь к последним. Я десятилетиями усердно учился, чтобы покинуть родную систему, и в итоге попался попасть в святую святых гильдий эрудитов. И только посмотри на собравшийся здесь сброд, на что они разбазарили эту ценную возможность, пошли на поводу у собственного распутства. Их родная планета приложила столько усилий, взращивая их в надежде, что они помогут создать лучший мир вовсе, не для потакания их прихоти. Как эти люди не понимают, насколько элементарных... Да столько элементарных вещей. А, да, я понимаю. Мужчина погрузился в длительное молчание и бросил в ответ лишь тяжелый взгляд. Казалось, что тем самым он хочет сказать, да ты совсем умом тронулся. И что я только что прочитал? Вы что, прикалываетесь? Будет просто чудом добиться успеха, когда целыми днями влочишь и празднование существования. А, все понятно. Типа очень странные. Так, у нас есть шестеренки покоя. Я так и знал, что зеленый цвет, это у нас покой. Так, смотрите. Где можно достать шестеренку? Давайте сюда отправимся, вот в этот телепорт. Я, в принципе, знаю, где одно место есть. Для этого нам нужно будет бежать в ту сторону. Найти мужика, который орет рядом с... А, нет, это не он. А, вот это он, погодите, это то, что нам нужно. Поглотить эмоции. Вас интересуют гонки на сфероидах? Или, может, вы захотите узнать о предстоящих кинофестивалях и концертах? Или, может, вы ищете, куда вложить деньги? Поверьте, я могу обеспечить более качественное обслуживание, чем эти тупые рекламные щиты. А, нам еще наклейку дали. Прикольно. Ладно, возвращаемся. У нас есть теперь шестеренка покоя. Запускаем. Мужчина вдруг замолкает так резко, как наушники, которые только что выдернули из гнезда его лицо, и все тело словно окаменело. Странно, мне вдруг стало так спокойно. А если хорошенько подумать, что плохого может быть в веселье? Отдых – это тоже неотъемлемая часть нашей жизни. Забавно. И как это понимать? Но стоит признать, что раньше я часто выходил из себя, когда видел чужое счастье. Словно меня со всех сторон обступали рейнджеры пустоты. И это неправильное поведение. Я думаю, что подобная ярость наверняка порождена завистью. Мою родную планету вывела и на космическую арену КММ. Но она сама по себе не была особенно развитой. С самого рождения я вращался в кругах, где царил сильный разрыв между богатыми и бедными. На моей планете можно было заниматься только горным делом, либо фермерством. И никаких перспектив для развития чего-то своего. Так что вся молодежь отчаянно стремилась вырваться из этих оков, чтобы поискать новые возможности на просторах этой необъятной вселенной. Но сделать это было не так просто. Можно было либо устроиться на работу в КММ, либо вступить в гильдию эрудитов. Поскольку платить гильдии куда лучше, конкурс там довольно серьезный. Значит, ты устроился на работу в КММ. Нет, работникам КММ может и доступны путешествия в звездном, но платят им едва ли больше, чем на самой планете. В итоге мало кому из молодых энтузиастов удается исполнить свои мечты. В молодости у меня было немало увлечений. Кварковый шахмат из обервала, карты первопроходца и от безымянных видеоигр из межзвездной сети. Так много разных увлечений. Но я прекрасно понимал, что если начну от них зависеть, то разрушу собственное будущее в угоду мимолетных забав. Для вступления в гильдию эрудитов мне пришлось похоронить и в душе жажду развлечений полностью посвятить всего себя, учебе и зубрежке. Я очень много приобрел, однако начал задыхаться под тяжестью и ответственностью. Я думал, что если стану ученым, это моя стойкая жажда увеселения, и в итоге пройдет сама собой. Но теперь мне кажется, что пар стоит выпустить, а не вечно держать себя. Стоило только мне успокоиться, как у меня в груди, словно развязался тугой узел, и я точно не уверен почему, но у меня ничто не вызывает особого интереса. Ты слишком долго держал все в себе? И правда, я же приехал на Пинаконе, чтобы расслабиться, но когда дело касается игр, я понятия не имею, что делать. Посмотри, я накопил целую кучу жетонов Айдена, но так пока я не придумал, на что их потратить. Давай сыграем вместе. Что? Ты серьезно? Я ведь с детства ничем подобным не занимался. Я не знаю, будет ли со мной хоть немного интересно играть. Но раз ты предлагаешь, я буду очень стараться. О, и еще. Держи жетоны для игр. Я все равно один их все не использую. Если у тебя есть время, найди меня в парке Айдена. Не, ну конечно же, у меня выхода-то нету. Хочу я этого или нет, но мне все равно придется тебя найти. Томаты, это зло. Позван. Эй, дружище, вынужден признать, в играх правда есть расслабляющая магия. Я чувствую, что у меня становится лучше. Что? Да тут без разницы, что ответишь. Очень интересно, простая игра, но как начнешь, уже не остановится. Каждый раз, когда я получаю два из трех, я чувствую, будто по мне сжало жуки бегают. Ты раньше играл в Колесо Фортуны? Я играл это так здорово, когда стрелка прошла мимо главного приза, мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. А золотой гачапон? Да, я был так удивлен, кажется, будто этот игровой автомат вышел из-под контроля, но он просто огромный. Но раньше я считал, что если ты хочешь понять секрет развлечения, тебе нужно трудиться и подробно все изучать. Но потом я понял, что когда ты начнешь играть, все становится не так сложно. Это просто испытание, просто я никогда не пробовал. Благодаря твоему совету, я могу насладиться пинаконей на полной. А чем еще мечтать? Выпьем поусладь. Ты мог мне все как следует обдумать. Помог. Мне следует тебя угостить. Возьми. Это символ начала моей новой жизни. Мне это полное безумие, на самом деле. Ладно. На этом все, ребят. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца. И обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Ну а я, пожалуй, сыграю разочек. Давайте посмотрим. Ну пожалуйста, супер джекпот, хотя бы разочек. Ну да нет, ну всегда так, всегда. Да вот эти дурацкий автомат, ребят. Никогда не играйте в них. Ясно. Увидимся пока.